1 октября Международный день пожилых людей с праздником нашей бабушки и дедушки. У праздника имеется свой логотип в виде раскрытой ладони, символ доброты и помощи. Главная цель сегодняшнего дня – обратить внимание на проблемы и трудности, с которыми сталкиваются люди пожилого возраста. Пока гости собираются у стен библиотеки имени Антона Павловича Чехова, узнаем, существуют ли секреты долголетия и есть ли мечты в их жизнях, которые еще не реализовались. Скажите, у вас есть секреты долголетия? Очень много секретов. Поделитесь? С удовольствием. Ну, самый первый секрет – это хорошее настроение. Утром встаешь, птицы поют, солнце светит, трава зеленеет, море шумит и все, вот и весь секрет. И вот оно счастье, не надо далеко ходить. И вот мы все такие. Вот и все секреты наши, да. На данный момент есть ли у вас мечта, которая не реализовалась? Да, хочу научиться играть на гитаре. Гармония в душе должна быть у человека. Нет никакой злости, зависти, ревности. Любовь, безграничная любовь ко всему. К природе, к людям, правильное питание организованное. После семи не кушать, радоваться жизни и радовать других. И я мечтаю о мирном небе над головами всех людей. Чтобы все успокоилось, мы пели с душой, радовались. Это долголетие. Но это не секрет, это, наверное, все хотят матери мира. На данный момент есть у вас мечта, которая еще не осуществилась? Мирного неба над головой. Всегда. Нет, просто за собой надо следить и все. Осталась ли в жизни мечта, которая еще не осуществилась? Уже годы не те. Ну, живу одна. Есть внуки, которых хочется помогать, просить. Ну, так больше ничего. Для себя уже все для детей, для внуков. Есть некоторые секреты. Надо заниматься физкультурой, спортом, ближе к нему, так сказать. К движению. Движение – это жизнь. На данный момент осталась ли у вас мечта, которая еще не была осуществлена? Ну, да. Была мечта у меня такая. Но она не осуществилась, потому что я увлеклась хором, пением. А вообще я любила танцевать. Ну, в общем, в творчестве мне интересно. Ну, я считаю, что надо думать о своем здоровье. Но сейчас в этой скоротечной жизни некогда думать. Я вот пенсионер, но мне надо работать, чтобы что-то было интересное в жизни. А у вас есть мечта, которая еще не осуществилась в жизни? Мечта у меня самая главная, чтобы внуки были счастливы, чтобы они получили образование в этом труднейшее время. Нас учили бесплатно все. Все бесплатно было. А сейчас надо внукам думать, где, что и как. Поэтому вот это мечта. Поэтому я и работаю. В этот день приятное чествовать пожилых людей, отдавая дам, уважение и почтение нашему старшему покойному. Пожилых, родных людей ждет подарок от детей в виде слов простых, но теплых, очень ласковых и добрых. Я желаю, что люди живут долго тогда, когда они чувствуют свою мужесть. Я желаю всем нам, вам, себе, всегда чувствовать востребованность. Чтобы вы в нас нуждались. Чтобы нам было бы передать свои знания и опыты. Сегодняшний репортаж я хочу завершить просьбой. Возьмите в руки свой смартфон, наберите бабушки или дедушки и спросите, как у них дела. У меня, к сожалению, нет такой возможности, поэтому я позвоню маме. Точенька. Мамуль, привет, как дела? Спасибо, все хорошо. Я тебя люблю. Спасибо, я тебя тоже очень люблю. Давай, скоро буду дома. Хорошо.